Десногорск После Смоленска, конечно Сводка криминальных происшествий за неделю В течение прошедшей недели В отдел Министерства внутренних дел По городу Десногорску поступило 87 сообщений и заявлений Освящение камня в основании храма в Десногорске Выбор Святых покровителей Сооружаемого храма Обусловлен именно этим 14 сентября Десногорску исполнилось 45 лет Уникальная праздничная атмосфера Восстарилась на улицах Атомграда Ее участниками стал, пожалуй, каждый житель Немало было и гостей Подробности далее История Десногорска началась в 74 году Прошлого века Тогда на берегу реки Десна Приступили к строительству атомной станции Рядом с ней и возник рабочий поселок Статус города Десногорску был присвоен В 1989 году А спустя 45 лет со дня основания 14 сентября 2019 года По-своему уникальный населенный пункт Отметил свой очередной день рождения Обширную праздничную программу Открыло шествие коллективов городских организаций В составе колонны были муниципальные учреждения Представители промышленности Строительство, здравоохранение Все старались как можно более ярко и оригинально Представить свое предприятие Среди почетных гостей праздника был и глава области Алексей Островский Поздравляя Десногорцев с днем города Губернатор отметил, что здесь живут и работают Целеустремленные, энергичные и жизнерадостные люди Я очень люблю ваш город Очень люблю Очень люблю всех вас Всегда с удовольствием сюда приезжаю Хочется здесь подольше всегда быть и оставаться И уезжать из Десногорска Всегда очень не хочется Я от всей души вас поздравляю с днем города Вашего замечательного города Моего самого любимого в нашей области После Смоленска, конечно Всего вам самого-самого доброго, хорошего настроения Процветания вам всем И замечательному Десногорску С праздником! Частью торжественного дня Стало ежегодное обновление Аллеи почетных граждан Десногорска Врачи, водители, работники предприятий И активные граждане 12 новых портретов профессионалов своего дела Теперь украшают и вдохновляют Каждого жителя Десногорска Сердечно поздравляю вас С высоким признанием вашего добросовестного, плодотворного труда Мы гордимся вашими славными делами Преумножающими силу и мощь Десногорска Центром праздника стала летняя эстрада Городской сквер вместил в себя развлечения Для взрослых и детей на любой вкус Концертом «Любимый город на Десне» Местные вокальные коллективы показали Как хорошо знакомые номера, так и новое творчество Специальными гостями стали участники проекта «Десять песен атомных городов» Знаковый для городов расположение атомных станций Концерта «Росэнергоатом» музыкальный проект В нем участвуют как профессиональные музыканты Так и представители научной интеллигенции И работники организаций Позднее музыкальные номера представила кавер-группа «Джамп из Москвы», а также брянские артисты «Лиз» и «Лапландия» А хедлайнером вечера стала Ольга Серябкина Известная под псевдонимом «Молли» Программа праздничного дня была закончена поздним вечером В 22 часа город осветился ярким и продолжительным салютом В 2018 году на охрану окружающей среды Смоленской области Было потрачено почти 1 миллиард рублей Так, на обращение с отходами было израсходовано 200 миллионов рублей На сбор и очистку сточных вод 550 миллионов рублей К расходам также относятся средства Которые тратятся на содержание природоохранных фондов Это траты на ремонт, обслуживание и зарплаты сотрудников При этом эффективность таких расходов видят далеко не все Многие приводят пример недавние загрязнения водных ресурсов на Смоленщине Например, мор рыбы в реке Гжать Критическая ситуация отмечена и в других водоемах области Так что вопрос рационального использования денег При охране окружающей среды для многих остается открытым Минфин анонсировал новую кампанию по оптимизации бюджетных расходов Сделать это обещают за счет сокращения количества чиновничьего аппарата В настоящий момент в России насчитывается более 2 миллионов госслужащих Для сравнения, еще в 2002 году в стране служили всего 1 миллион 150 тысяч чиновников По предварительным оценкам, чтобы оптимизировать аппарат Необходимо уволить как минимум треть госслужащих Любопытно, что недостаток рабочих рук Предлагается компенсировать искусственным интеллектом и современными технологиями Реализацию задуманного начнут уже в 2020 году Между тем, на необходимость сокращать аппарат чиновников Неоднократно указывал и экономический блок российского правительства К примеру, подобную мысль выражал премьер-министр Дмитрий Медведев Еще в 2014 году О криминальной обстановке в городе расскажет руководитель группы По работе с личным составом ОМВД России по городу Десногорску Сергей Чулков В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску Поступило 87 сообщений и заявлений Три преступления, из которых раскрыто два Нераскрыто осталось одно преступление Телесное повреждение 14 ДТП с техническими повреждениями 4 Смерть некриминального характера 1 Произошло два пожара Раскрыто одно ранее совершенное преступление Выявлено 77 административных правонарушений Из которых 56 за нарушение правил дорожного движения В том числе за управление транспортным средством алкогольного опьянения Одно антиалкогольные статьи 14 Преступление террористической направленности не допущено и не выявлено Россия продолжает искать способы рационального использования земель Дальнего Востока Один из векторов этого направления – сотрудничество с азиатскими компаниями Российское правительство стремится к привлечению, в частности, китайских компаний Обеспечивая не только занятость земель, но и открывая новые рынки сбыта продукции Уже сейчас на Дальнем Востоке работают китайские производители молочной продукции А также производители продуктов питания широкого профиля Россия в настоящее время рассматривает просьбу от азиатских фирм О предоставлении им в аренду еще 1 миллиона гектаров земель Дальнего Востока Эта площадь примерно соответствует территории Ямайки 14 сентября в Десногорске совершилось освящение камня в основании храма святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия На месте события побывала и наша съемочная группа Выбор имен Кирилла и Мефодия для названия святилища не случайен Кирилл является покровителем святейшего патриарха, который был архиереем смоленской кафедры 25 лет По словам епископа Милетия имена святых это напоминание о том, что все мы один славянский народ Объединенный одним языком Тем языком на основе которого Кирилл и Мефодий создали азбуку и перевели на него священное писание Выбор святых покровителей сооружаемого храма обусловлен именно этим Напоминанием нам с вами о том, кто мы, откуда мы и что мы Чтобы мы помнили о том, что все, что у нас есть, нас только объединяет Место для храма выбрано на просторном лугу, окруженном живописными видами на жилые дома 8 микрорайона Жители, будущие прихожане с большим благоговением и почтением прослушали молебен Пообщались с приглашенными духовными отцами и представителями власти Первые лица города совместно со священнослужителями провели церемонию освящения закладного камня Депутат Государственной Думы Ольга Окунева назвала закладку камня важным историческим событием в духовной жизни Десногорска У нас у каждого в сердце есть храм, а с верой легче делать все дела Поэтому для меня это очень торжественно, важно и очень эмоционально приятно и ответственно быть здесь Духовные отцы надеются, что жители Десногорска смогут обрести в будущем храме опыт молитвы Они убеждены, что в этом святом месте горожане почувствуют Божье присутствие И окрыленные этим чувством будут успешно решать те задачи, которые возникают у них на жизненном пути Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ Осень постепенно вступает в свои права на территории России На Смоленщине теплая и солнечная погода постепенно сменяется дождями и значительным похолоданием Перемену погоды приносит мощный циклон, который надвигается на центральную Россию с северо-запада Смоляне уже ощущают понижение температуры до 10-13 градусов С наступлением новой рабочей недели в регионе ежедневно будут проходить дожди Пик ненасти ожидается в середине недели, когда температура опустится до плюс 7-8 градусов, а ночью до плюс 1 Кроме этого пройдут мощные ливни и грозы Непогода будет и в Десногорске 17 сентября в Атомграде облачно, возможно, гроза Днем плюс 12, ночью около 8 тепла На сегодня это все новости Еще больше интересного на нашем сайте disnadefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм Программу вел Олег Соловьев Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok